Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Потому что на компе он тоже вышел. Он везде, походу, дело вышел. Я скачал его в Стиме, потому что... Я не знаю. Потому что он... Он сумасшедший. Они все нахрен сдурели. Пожалуйста, Блэйк, я просто хочу выбраться отсюда. Ты беременна? Что за хрень тут творится? Я не могу сейчас. Не сейчас. Управление на компе гораздо удобнее, в принципе. Мы просто уберём все этого места, пожалуйста. Хорошо, давай. В разы управление удобнее, потому что... Вертеться на мышке это просто... Во! А на джойстике-то... Не-не-не-не-не. Прям не пойдёт так. Попросили многие... Бляха. О, Боже, назад! Мы вам не умерли. Клянусь странным Христом, первый кто тронет меня, останется без глаз. Не-не-не! Не-не! Не-не! Встань от меня, отвали! Лин! Нет, ублюдки, отвалите от меня! Ублюдки, не трогайте её, уберите от неё руки! Нет, Лин! Не-не! Будьте от меня! Не-не! 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 Лин! Лин! Мой отец закрафтал твоего бога до смерти. Подожди, я что-то не понял. Лин, стойте! Нет, подождите! Нет! Не надо, не надо! Ради всего смерти! О! 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 Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Так, подожди, я чё-то не понимаю, тут уже походу два, что ли? Лагеря-противоборную, что-то не любит тебя. Не знаю, что ты. Да, я люблю тебя. Да, Любовь, но я. Мать-мать-мать. Я думаю, я увидимся. Ну, мы еще увидимся. Да? Да-кей. Давай, ты-ка, потом безлицных этих мыдут. Да-да-да. Да ёпт твою мать! Ну, одна целует, другой бьет. Твоя определительность уже в конце концов. Чего со мной делать-то будете? Так, я так понял, смотри-ка, у нас есть отец какой-то. И есть мать, судя по всему. О, черт! Лин! Лин! О, Господи. Лин! Так, тихо. Ели-за. Господи, о, Боже мой. Кто это был? Они называли себя ертиками. Они назвали Лин матерью. Это не просто культ. Но две стороны. Христиане. И что-то другое. Ну, бляха. Короче, да, смотри-ка, в натуре. Есть нормальная истеритики. Блять. Не надо, пацаны, хорош, пацаны, не надо. А я просто бегу вперёд. Я уже понял, что в большем случае, лучше всего просто бежать вперёд. Просто бежать вперёд, блядь! Перелез через ёбаную дерево и не умирать, не даваться тебя бить. Убеги! Здорово. А я понял, чувак, ну я просто... А я всё прекрасно понимаю. Чувак с мачетом стоит, чувак хочет меня зарубить. Чувак хотел меня зарубить, чувак меня зарубил. Шко, что? Что тебе? И что тебе ещё от меня нужно? Больше ничего здесь нет. Так, ладно. Я так понимаю, их нужно как-то обойти. Опа. Батареи. Это херетикс. Наверное, нам нужно в другую сторону идти, без проблем. Причём, все, короче говоря, воюют против меня. Абсолютно вслез. А, так они правильно, они заградили проход туда, а я ставили проход сюда. Ну логично, чтобы я не заблупился. А вы можете прятаться, погрузившись в подводу. Это как так? Ага. Фу или е, что мы выберем, без проблем. Встань, пожалуйста. Выплыли. Ты же задохлёшься сейчас нахер. По камере вот в разы удобнее стало. На правую кнопку камера и на среднюю кнопку я поставил себе, чтобы он включал подсветку. Я, в принципе, вообще в прошлой серии зачем-то постоянно камеру доставал, убирал. В этом же нет смысла. Да, тут чуть-чуть Вита становится подальше, когда ты без камеры. То есть смотри, вот видишь, раз человек далеко. Хера как поближе. В этом, в принципе, ничего такого страшного нет. Но постоянно камеру убирать и доставать, вот это морока на самом деле. Так, хорошо, давайте, окей. Это уже пошёл основной геймфлей, где нам будут просто постоянно вставлять в голову, в лицо, блядь, в ноги, в яйца. Куда угодно острые, режущие, колющие предметы. И нам нужно как-то всего этого дела пытаться избежать. Без проблем, поехали. Опачки, вот так хорошо. Вот так всё нормально стало. Закройку. Молодчик. Так, я чуть-чуть в безопасности, можно немножко осмотреться, отдышаться и понять, что делать дальше. Так, что такое? Это сейчас... А, это... Так, ну окей. Вижу ещё одного чувачка. Так, тут, в принципе, два чувака должны ходить, да? Первый и второй. Окей. Тихо, тихо. Он сейчас выпалит меня в окошко. Бляха, я ничего не вижу, тихо. Всё, окей, надо... Надо понять его траекторию и выбежать. Так, он где-то там сзади ходит. Окей, я понял. Бляха, прикольно сделано. Мы сейчас должны ориентироваться с тобой по окошку. Так, вот ходит один. А там их два ходит? Да ладно, в смысле? И куда мне надо бежать? Не знаю. Я 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 не знаю. Потому что бегать по этим домам. Куда-то шастать. Вылазить. Выходить. В принципе, через первый туда можно пройти. Вот через второй хрен его узнает. Я не знаю. Успеем мы проплыть или нет. Давайте попробуем. Этот чувак колесит и ходит туда-сюда, туда-сюда. Понятно. Окей. Здесь проход. Ни хера. Спокойно. У них у всех, блядь, глаза светятся. Как у демонов. Ну, я так понимаю, что если я буду ходить на картах. За ними, там, за спиной. То он меня, в принципе, увидеть не должен, да? Я пошел дальше. А, они по воде шастают. А, вот это уже херово. Я хотел просто проплыть по воде. Они реально прям ходят по воде спокойно. Закрой, пожалуйста, дверь. Отлично. Хорошо. Так, мертвый чувак, это плохо. Пиздец, как страхово, ты прикинь. Он же в любой момент может меня увидеть. Так, здесь, тихо, здесь есть шпингалец. Спокойно. Пизд, да, руля. Да все, я же тебе закрыл окошко-то. Пошел нахер, говно. Это, короче, жестко как-то. Это реально жестко. Они просто не дают вообще даже малейшего шанса мне куда-то пройти. Так, он что-то сказал, типа там мост есть. Хорошо, покрыли на мост. Ну, в принципе, у нас есть небольшой шанс пробудить от чувака. Потому что сначала он идет сюда, а только потом он заходит в воду. Фонарик у него до меня не достает. Хорошо. Сейчас главное вовремя занырнуть. Ага. Все, так будет попроще, отвечаю. Чем через дома, через эти ходить. Так, чувачело куда смотрит? А ты же будешь захлебывать сейчас, да? Ты же не вечно под водой можешь находиться? Хотя хер его знает, он дышит и похер. Все, пузыри пошли. Ля, сейчас чувак сюда придет. Бери, а вот этот эффект вообще, короче, сейчас не к месту. Ты же отдышался, правильно? Сейчас пропьем просто напрямую. Он плывет, нет? Плывет. Плывет, сука. Вынырни, пожалуйста. Нет. Я не вижу никого. Тихо. Вот сейчас прекрасно. Вот сейчас прям хорошо. Сейчас прям замечательно прокатило. Так, подожди, чувак, ты куда? Спокойно. Свети фонарем поярче, я не вижу, куда ты светишь. Так, он палит воду. Субтитры снизу читайте сами. Я не успеваю. Мне не до этого. Нужно следить за чуваками. Вот так хорошо, спокойно. О, галюнчики пошли. Вот это уже хорошо. Это значит, сейчас будет сохранение, и мы прошли это сложное место. Урок музыки. А нас учили же музыки-то, правильно? Мы же с вами пели просто это. Там, о боже, ёпты, там все дела. Это мне слиться, или я совсем слетел с катушек? Урок музыки? Ну да, я же говорю, вон Джессика. Я извиняюсь, я имею что сделать. Ты должен иметь любить меня. Ты должен иметь помогать мне. Иисус, прости меня. Я не знаю, что делать. Я очень-очень сожалею, Джессика. Окей. Я, кстати, оператор мастерской работы просто. Чё там? Я помню это. Картинки нет. Только шум. Ну я это видел, я знаю, что видел. Чё? Короче. Смотри, я чёткий парень. Я охерительный, короче говоря, оператор. Смотри, как я снимал чётко. Она, кстати, запоминает то, что ты делаешь во время съёмки и оставляет это. Это знаешь, тебе что-то... Можешь вот так задёргаться. Не, ну прикольно, согласись. Я просто мастер, я козырь. Мне жаль, что приходится делать это. Должно быть, ты любил меня. Должно быть, ты помог мне. Господи, прости меня, я не знаю, что делать. Мне так... А, ты меня переведёшь, окей. Да я уж сам перевёл. Чё там нет. Я помню это. Но почему-то этого субтитра не было. Блин, а с камерой, кстати, светлее, смотри. Ну и отлично. Камеру теперь вообще нет смысла опускать. Джессика? И Лин? Когда мы были... Ни хрена себе. Я вернулся в четвёртый класс. А я думал, что хуже быть не может. Здесь, кстати говоря... Всякие записочки. Читать удобнее, когда ты их на камеру уже заснял. И с камеры читать. Бля, да нет! Это сейчас мудила этот появится. Потому что, знаешь почему? А так же не садится батарейка, когда мы камеру открываем. Если я ничего не путаю. Вроде как не должна. Во, видал? Видал? Видал, как удобно? Вот так вот делаешь просто и всё. А так ты ни хрена без этого не сделаешь, без мышки-то. Не сделаешь так без мышки. Директор, что ли? Ха-ха-ха! Ты косячишь, да? За тобой директор пришёл. Бля, тут не видно ничего. Ой, это как знаешь, в первой части. Библиотека пыла. Такая же, короче, такой же проход жуткий. А тут должен был кто-то... А! А-а-а! Фу ты, бляха! Я думал, нам сейчас кинцов какой-нибудь покажут. Это просто телик. Ха-ха-ха! Ну и телик так телик. Где моя камера-то? Блин, он убирает её постоянно, когда что-то делает. Вот это не прикольно. Приходится постоянно её потом назад поднимать. Короче, это пост охрана. Хорошо, теперь я могу поработать охранником. Здесь тоже прятаться надо, что-то не имеет. Не надо тут прятаться. Ух ты, бляха! Ну, жёстко, жёстко. Поначалу просто вообще жесть. И причём, жёстко не то, что страшно пока, что не страшно особо-то. Скример, конечно... Блях, чё это? Чё это было сейчас? А, директор ушёл, что ли? Жёстко именно из-за геймплея. Блях, он сложный, да просто до невозможности. А прикинь, чё там на последнем уровне сложности будет? Там, блях, пёрнуть просто нельзя будет потихать, а сразу запалят и убьют. Суки эти с фонарями. Чё директор-то ушёл? Это, наверное, было его наказание, он ёбнул меня об стену. Бляха, батарейки улетают только в путь. Ну, походу, дело, это не просто секта. Они каким-то, наверное, силами-то обладают. Чё сюда пришёл? Зима? Чё это? Ну, а чё бы и нет. Бляха. Хоть бы батареечку кому-то подогнали. И здесь, кстати, прибавлять гораздо удобнее на колёсико. Хе-хе-хе. В разы просто удобнее отвечать. Ну, на плойке, конечно, тоже есть свои прелести. Я не знаю, правда, какие. Но если ты привык играть на плойке, то тебе, наверное, будет на плойке тоже удобно. Я не знаю. На плойке в экшен играть, это просто жопно как-то. Очень-очень сложно. Экшен, они же подразумевают очень быстрое реагирование на все действия. Тебе нужно быстро поворачиваться, быстро разворачиваться, быстро смотреть, быстро бежать. Куда-то во время побега своего пытаться посмотреть. В то время, когда ты этой тырдочкой, блядь, полдня водишь, не понимаешь, куда чё везти. А тут всё нормально. Блядь, пойдём по снегу погуляем. Ты одетый вообще, нет? Нормально. В ботинках, в принципе, более-менее. Зайдите, что-то с камерой, что без камеры. Видно-то плоховато. Ой, батареечка завязывает. Пиздец, а вот лад снегу. Кто бы мог подумать. Я нихера не... А, вижу забор, отлично. Блядь, метель такая жёсткая прям. Ну, хотя бы одетый. Не по-летнему причём. О, нормально, дверь. Я тут там. Ага, спасибо. О-о-о-о! Вернулся обратно в дом. Да, опять эти ухлопные деревни. Короче, тут две секты. Я уж не знаю, воюют ли они против друг друга, но против меня они воюют точно. Хотя они убили тех чуваков, когда пришли. Значит, возможно, они против друг друга будут... Блядь, да что ты делаешь? Ты он не так ли? Чужак? Глаза ноты. Они ведь убили тебя. Нет. Пока нет. Они делают это, снайдут тебя. Пошли. А ты кто? Меня зовут Итан. Ну, я имею ввиду... Ты один из них? На чьей-то стороне? Ты о том, почему я не пытаюсь убить тебя? Я нерождённый. Я видел слишком много, чтобы сохранять веру. Но ты не один из тех других херетиков. Я не сказал ни слова, когда кожа моей жены покрылась язвами. И из неё пришлось изгонять дьявола. Ой, что ты его шатай, трамвовка-то? Ну, не жаль. Но тогда он сказал моему внуку. Ребёнок, которого он зачал, был антихристом. Я должен разрезать её живот и убить ребёнка. Так, у нас появились другие Али. Это хорошо. Итан, значит, тебя зовут, да? Ну, приятно познакомиться. Меня зовут... Я не помню, как. Я когда ударился, мне память нахуй отшибла. Опа. Я дал ей шанс убежать. Рассказал этим идиотам истории. Я всегда был хорошим рассказчиком. Возможно, ты это заметил. Джейнни Доу. Чё? Твоя дочка. Она была на восьмом месяце. Гладинка со стрижкой под мальчиком. Да. Что тебе известно? Ты её видел? Из-за неё мы сюда и приехали. Она в порядке? Пожалуйста, мистер. Просто скажи мне, что с ней всё в порядке. Она в порядке. Её же убили. Слава богу. Слава богу, благословит он тебя. В смысле? Ты чё ему пиздишь? Ну хотя на его месте, наверное, надо было бы вот так. Потому что он мог разгневаться и убить нас нахер. Эй, эй, ты. Тебе крепко надавали по голове, да? Я буду в порядке. Я. Спускайся в подвал. У меня там кровать. Ты можешь прятаться, пока не поправишься. Спрятаться. Окей. Что-то, блядь, подозрительно как-то. Может быть, это такая, знаешь, добрый полицейский. Всё в порядке. Просто отдыхай, Итан безопасно. Отдыхай, поправляйся. Этан о тебе позабо... Этан или Итан? Как тебя зовут-то? А, тут светло. Не, ну реально, смотри-ка, вот с камерой приближение есть какое-то, да, небольшое? Смотри, зум. Раз. Но с камерой светлее. Вот смотри сюда. Вот в эту точку. Видишь, как темно? Херако стало гораздо светлее. С камерой вообще выгодно ходить. Нельзя-взя было. Смы! Я такой козырный парень, что мне бинты больше не нужны. Это охуительно. Спать. Подожди ты спать, дай подвал ты и следовать. Так, а у меня там что? Там что-то видно, да? Да. Бляха, ну я херный. Это, конечно, наверное, по сценарию надо доверять, но... Может, он меня пырнёт, нахуй, ночью. Вскроет мне пузо, скажет. Ты тоже, блядь, беременный. И хер поймёшь этих ертиков-то? Ну, вроде как всё нормально. Вроде как я жив. Не, игрушка реально сложная. Вот в разы сложнее первой части. В первой части, ну, не было ничего такого. Пожалуйста, Блейк. Где ты? Ему кошмары снятся. Мне страшно. Из-за той Джессики, вместе с той Джессикой, из которой они учились в четвёртом классе. Вон, идём. Ну, он, судя по всему, действительно его мучает. Кошмары, потому что вначале, когда мы летели в вертолёте, он закипел немного. Был то же самое. Я ничего не скрываю. Праведность приходит не с генами, родители, а с пастухами. Я знаю проповедь папы. Я писал её лично сотни раз. Если бы я знал, кем был тот чужак. Пророку не нужна твоя помощь в поиске шлюхи и дьявола её дружка. Но теперь опрашивай других ертиков в церкви. Господь направит его. Я не верю! Ой, это же та бабища, которая мне яйца отрубала. Она вообще не за это подолкнула. Ты согрешил, когда не отдал пророку свою дочь. Ты согрешил, когда не отдал. Пожалуйста, прошу, дай мне просто покорить. Знаешь, где найти чужака. Будь она здоровая. И он себя породила врага. Бог и порох, оба хотят его крови. Просто дай мне поговорить с Нотан. Сох, не слушай, как ты сох. Чувак, ты сейчас перезагрузишь, такое бывает постоянно. Не хотя бы. Держи себя в руках. Блин, а вот она сильна. Ебать швыряет мужиков тут так. Отдайся. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Ну это она пошла, яйца выхожу. Любит омлетики данная женщина, судя по всему. Постилка дьявола. И ушла. Бляха, мне опять, что ли, против нее бегать, ну серьезно? Надеюсь, ты встретился со своей дочкой. Да, она мне рассказал. Ну правильно, ни хрена себе, чувак такой ебать, весь на панике, на какой-то, на чем-то еще. И такой херак, ты ему, главное, расскажешь, что нет, чувак, твой идет умерла. Что-то как-то это... Стыкотно, наверное, ему было сказать, поэтому и не сказал. Но чувак зато встретится с ней, по-любому. Привет. Ты не выдал ей меня. Даже если она... Спасибо. Ну да, чувак нерожденный, он типа здесь не жил, он не деградировал вместе с ними, он пришедший, так сказать. Посмотреть запись. Та женщина, чем бы она ни была, она забила его дохверт. Что-то о психпоисках Лин, что-то о церкви. Подожди, а Лин, ты от кого беременна, я не пойму, от меня или от этого, от кого, от, блядь, папа. Если она беременна от меня, то она нихуя мне не сказала. Поэтому он, типа, удивился, ты беременна, типа? Она все потом, все потом. Ну окей, ну окей. Пол, тебе нужно сказать папе, что дан... Что аналь... Анали... Анали? Была больна, и что это правда. Она ушла жить со своей мамой и другими пораженными. Она ужасно страдала, а ее раны были слишком тяжелы для осмотра, и я просто выслал ее, потому что больше ничего поделать не мог. Знай, что я бы не сделал этого, если бы был бы хоть какой-то другой выход. Потому что я любил эту девочку больше своей жизни. И я не знаю, почему папа может подумать, что я врал. Но ты должен убедить его, что это правда. Бог любит тебя. Твой кузен Итан. Блядь, он Итан или это? Объясните мне, пожалуйста. Ну и куда она ушла? Бабеха! Она дверь мне открыла, спасибо. Блядь, он жесткий, конечно, играл. Жесткий, 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 жесткий. Он реально жесткий именно геймплеем. Блядь, приходится прятаться, бегать, укрываться. И знаешь, в чем прикол? Немного непонятно, видят тебя, не видят тебя. Увидят ли тебя здесь, увидят ли тебя там. Вот это прям больше всего напрягает. Ты не понимаешь, где ты стопроцентно можешь быть защищен. Ну в доме, блядь, через окошки они тебя видят. В траве вот не видели. Вот в траве ладно. А больше ты нигде ни хрена. Куда вот она утопала? Это бочка, чтобы спрятаться. Да. Че это? Сейчас она сзади появится, я прыгну в воду, смотри. Тихо, блядь. Короче, я пока не понимаю смысла их первых. Ни первых, ни вторых. Ну, первые, судя по всему, охотятся за Лин, потому что она носит антихрист. Ребенка-дьявол. Меня, блядь, они вообще, походу, считают дьяволом. Опа. Так, бабуля. А че за бабуля? Куда, бабуль? А, ты выходишь попалить, чтобы я там прошел, а не прошел. Че, блядь, там вытворяешь? Че, блядь, там вытворяешь? Старуха. Ну, че, блядь, дождь вызывается? Эй. Женщина, я, твою мать. Завязывай. Почему здесь не добавили возможности кидать камни? Это было бы вот в стелс-игре прям заебись. Ты сидишь такой в кустах, кинул камень в другие кусты. Ты сидишь, что-то летли. Че тебе надо? Че ты там городишь? А, так можно было это. Микрофон включить, но из-за него столько-то батарейка летит, что с пробофранцем. Клеще, чем из-за ночного режима. Так, ушла. Прочитала и ушла. Похер. При плавании вы устаете. Найдите спокойное место, чтобы восстановиться. Здесь проблема. Дети, я знаю, вы слышите звон бьющегося стекла. Вы слышите крики соседей. Наверное, бабуля бабуля. Они стражду, потому что они не дети господни. Они еретики для нас, прислужники врага. А, это кто, мужик говорит? А, это поп. Блин, ну короче, смотри. Есть две, так сказать, местных церкви. Одной заведует толстый, блять, поп, который типа святой, они все ему подчиняются. А другой заведует бабеха, которая нас поймала, облазала, облабызала всех. Сказала, ага, вы с тобой же упрятен, что? Есть все бабка неадекватная. И есть какая-то старуха, хер пойми с чем. Это что такое? Блять, смотри-ка, с рогами. Что это? Все эти за мыслью пойдем по удружающим. Церковь. Кто-нибудь там должен быть. Какой церкви? Ты что, блять, до сих пор не понял, что в этой церкви тебя вообще не ждут? Где он церковь-то увидел? Товарищ. Ты, блять, где увидел церковь? Он реально не понимает, да, что по всему тому, что сейчас происходит, в церкви его ждут гораздо больше, чем кого-либо. Он реально хочет попасть в церковь? Дурак, блять, ты. Где старуха-то? Она где? Она книжку-то с собой разу приносила? Ой, как много. Глава пятая. Давай поближе почитаем, так лучше будет. И я смотрел, и вихрь вырвался из ночи. Огонь замкнулся в себе, горя со всех сторон по направлению к центру. И высек свет из стен моей комнаты так, что я повис в пустоте, которая светила, как масло на черном зеркале. Здесь, походу, почерк-то получше. И я смотрел, вопреки боли, и узрел, как из внутреннего огня вышло подобие создания, образ, похожий на человека, как круг, похож на сферу. Как поперечное сечение сферы образует круг, так и поперечное сечение этого творения образует человека. И это было их появление. Они выглядели, как Иисус Христос, организирующий на кресте, а грудь и головы, половые органы были, как у человека. И лица их были бесчисленны и соединены друг с другом, с тысячей глаз и сплошным ртом, с крыльями и челюстями, неотделимыми даже по виду. А предназначением глаз и челюстей было более совершенное поглощение. Это были лица, а уже в следующий момент они были костьми четырех лошадей апокалипсиса и костьми всадников тоже. А в следующий момент их лица были половыми органами ангелов, а после этого костром с голосами, поющими так красиво, что мозг разрывается, а затем отражением в разбитом стекле. Ибо их лица были всем этим одновременно, а их крылья соединились друг с другом. И когда они взмахнули сплетеными крыльями, чтобы остановить время, я не смог вдохнуть воздух. Это какой-то пиздец. Это полный просто. Блин, а чё я бил? Хе-хе-хе, ёбаные каркуши, ну что вы меня так напрягаете? У них звук похож на... Звук похож на эту наоручую бабу. Которая вначале была, она за нами гонялась постоянно. А чё, у него глаз-то живой, что ли? Кхе-хе-хе-хе, походу дело да. Блин, а чё реак... Помните, что с помощью микрофона можно слушать через стены и записывать звуки? Да я помню. Просто помните ещё, что микрофон очень дико батарейка... Микрофон очень дико батарейку сажает. Бля, это то место с кукурузой. С кукурузой. Что ты не снял-то? Бабку, что ли, надо снять? Ты издеваешься? А где проход? Через эти? А, вот он. Так, ну давай бабку снимем. Мы сейчас пока её снимаем, ещё и выпалим её траекторию. Ну давай, 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 не кипишуй. Нормально, всё, пока мы... Ё-твою мать. Хотел сказать... Хотел сказать, что пока мы в безопасности, но, походу, дело, что-то лучше нет. Ни хуя мы не в безопасности. Так, ладно, пойдём по забору. Да вы, слышь, вы толпой-то меня не зажимаете, другали! Я не вижу ни хера. Во, нормально. Бляху, ну батарею хоть надо экономить. Так, а вот это тоже момент из демки. Там где-то будет бочка. Да-да-да, склад. Я не помню, правда, куда бежать. А, так вот где мне бабка яйца отрубила в демке. После этого места. Куда идти вот только, я не помню. Там вообще было сложно, блядь, что-то понять среди этой кукурузы. Идём на свет. Увидим фонарь, остановимся. Подумаем, что делать дальше. Так, отлично. Вижу фонарь. Стало посветлее. Звуки вот эти прикольные. Так, мне надо сюда пробежать, да? На крышу? Да, наверное. Ну да, смотри, слишком логично. По-моему, как раз-то сюда и надо. Ладно, чтоб чувак на меня не ступил. Чтоб мне пиздец. Блядь, они кругом, просто они везде! Блядь, их много. Только на меня, пожалуйста, не наступите, ребят, прошу. Серьёзно, блядь. Вы на меня наступите, и я умру. Так, всё, можно высаживаться, походу. Десантироваться можно наверх. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- и присел блять и присел и похеру всем юб то и чё спрятаться в бочке не хочу хочу к пустам переползти чё происходит так ты меня тут заметишь не должен я в темноте ну вот тут он не увидит если я не буду конечно громко открывать дверь у меня не запалит и а и и и Субтитры создавал DimaTorzok Чувак! Потеряли меня, Бренд. Нашли. Так, все, обходим. Обходим как старуху. Не надо на меня махать! Тихо, 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 блядь, он недопрыгнет! А где? Вот он, ящик-то! Нет, пацаны, завязывай, не надо! Тащи, тащи... Беги! Тихо, нет, уйдите нахуй, беги! Надо было вывезти этих дебилов На улицу, быстро поставить ящик И залезть нахер наверх Все окей Опачки Я в бочечке Надо подождать пока они выйдут И закрыть нахер дверь Тут ночное зрение вообще бесполезно Да, он пойдет на улицу, отлично Или нет Нет, он пошел туда А второй где? Че, он ушел? Блядь, это не скрывается Сука Блядь, второго-то нет Быстрее, блядь, быстрее Тупой, сука, пес Я тебя объебал, понял? Нет, мудила Ну-ка, мне ему банку, чтобы он нам обосрался от звука Вот так-то надо Тихо, сейчас будет скримак Я тебе отвечаю, сейчас будет скримак Вот прям, знаешь, проползаешь около открытого пространства, как ёбнет сейчас в кримах. Нет, ладно. Ты давай, тут не шумнее, сука. Седьмой января. Ещё троих сегодня отправили жить среди поражённых. Их раны слишком явные, чтобы их скрывать. У них было семеро детей, и всех их папа Нот отправил мне на воспитание. Теперь под моим крылом более сорока сирот, которые бессоветно меня любят, как могут только дети. Брошенные своими родителями, уязвимые и зависимые, как восходящее солнце. И я люблю их всех. У меня у самого никогда не будет детей. И у меня есть столько нерастраченной любви. Когда Господь оставит и их, я буду здесь, чтобы утешить и направить. Что значит эти сны? Блять, у них не только у меня какие-то глюки происходят, да? Чё это? Чё там никто не палит снизу? Отлично. Ну блин, от места. О, пизда. Прыгай, кишки. Квак. О, ты дурак, что ли? Получи, получи. Ёбанная зарплата. Вы уйди, вылези из этого говна быстрее. Беги, блять. Беги, сука, у дырак. Да беги ты, дебил. А, нормально всё. Всё, не беги. Спокойся. Фу, как же он меня напрягает временами. Вот эти вот вставки эти, блять, медленные. Никогда он ничего не может сделать, ничего не может поделать, никуда не может зайти, никуда не может пройти. Сука, как они напрягают. Здорово. Душа Иисуса, подготовь меня. Отец Нот, надправь меня к искуплению. Кровь Христа, дай мне испить вина твоего. Дай зрение моему вырванному глазу. Ангел Божий, одолжи мне свой меч. Добрый Иисус, услышь мою мольбу. Исцели меня в своих ранах. Держи меня ближе к себе. Защити меня от грешного мира и подготовь меня к часу сатаны. В братстве храма врат, чтобы я смог защитить создание твое, пока ты не дал мне остальное. Аминь. Не дали. Ну они чуть-чуть, наверное, неграмотные. Не дали. Что это? В крови? Я нихуя не хочу прятаться в крови. Э, а что у меня батарейки сами по себе перезаряжаются, что ли? Найти дорогу в деревню. Там у нас задание есть. Хе-хе-хе, я забыл про него. От кого прятаться в крови-то? Подожди, это же бредово. А-а-а. Чё это? А, это фан... Бляха, я думал, опять мужики идут. Блин, не видно ничего в этом темноте. Вот, фу. Не видно ни хера в этом ночном зрении. Без него гораздо лучше всего. Чё это за херня поставит? Чё это за херня? Спрашивает главный герой. И я тоже вместе с ним. Вороны, пап. Какие-то здесь вспышки света уже третья. Когда всех, короче, глушат, и происходит полная жопа какая-то. Однажды учитель сказал мне, что мудрость является доказательством того, что Господь существует и любит нас. Хуя, ну чё. Опа. Хе-хе-хе. Какие у них тут карты срастут. Тут чё-то же есть, правильно? Я же не просто так сюда иду. Тут чё-то должно быть. Батарейка там. Хе-хе-хе-хе. Опять я молодец. Опять я красавец. Не, ну ни хрена себе делать такой огромный... А тут, как, где тоже... Делать такой огромный карман. Просто так. Я не вижу в этом смысла. А вот батареечку положить, чтобы идти туда полтора часа. Вот это хорошо. Это прям нормально. Нахуя он идёт в деревню? Объясни, пожалуйста. Зачем? Чувак, зачем ты идёшь в деревню? Тебя пытаются убить все, кому не попадет, и ты, блядь, идёшь к ним в логово. Ты дурак, нет? Чё это? Я не хочу туда прыгать. Тут где-то есть нормальная дорога, я тебе серьёзно говорю. Я не хочу прыгать в кишки. Хотя это... А, вот. Нет? Нет. В кишки. Серьёзно. Может, по уступу? Нет, это блядь, чё-то такое. Нет, не в кишке. Ну и хорошо, что не в кишке, хули в этих кишках делать-то буду. Блин, за батарейкой идти опять. Так, ладненько. Записки сохраняются, которые вообще-то не находятся. А, нет, сохраняются, ну окей. Блин, а как что-то дайте-то. Оттуда я пришёл. Тут сейчас жахнет. Чё это за кренотенький, сынёк? Может быть, надо было тут залазить? Да, кстати, может быть, не только батарейка, а ещё и проход. Ха-ха! Классно! Хули нет, я не заметил, наверное. Я на полке. Ну-ка. Да вот. А, во! Точно. Спасибо. Мне оставили следов, чтобы я видел, куда идти. А-а-а, бляху на туре. Ну подумаешь, прыгнули в кишки, но там должно было быть мягкое приземление. Это же человечинка. Ха-ха-ха! Она же мягкая. Она же не камня. Ой, тихо. Не, серьёзно, нахуя ему идти в деревню? Вот объясните мне кто-нибудь. А-а-а, я бы в деревню не пошёл. Надо идти куда-то дальше от деревни, вообще, въебеняв в какие-нибудь. Куда-нибудь на дорогу, там, на трассу, я не знаю. Не в деревню же к этим гибилам. Чё это? Блядь. Так, мы попали, по ходу дела, в логово вторых. Первыми будут те, кто нас первый убивал, вторыми будет тётка. Он сказал, что она сделала это с собой сама. Он сказал, что защищал тебя. Кто? А без камеры, смотри. С камерой светлее. Но изображение грязнее. А без камеры темнее, но чичи. Церковь. Где? Нет, нет, это что-то похожее на храм кого-то там. А ты чё мне без звука-то говоришь? Кстати говоря, тут, по-моему, разработчики писали, когда ключ давали, что могут быть небольшие проблемы со звуком. И типа там в патче первого дня и прочая херня его типа поправят. Ну окей, сегодня типа первый день. Патч будет, не знаю. Посмотрим. Так. Чё, блядь, ты перепрыгнешь, что ли? Ты, сука, супергерой, так и вот тут. Перепрыгивать чё так жулько? Да, вот перепрыгивай. Ебать, вообще, чё творится-то. Пиздец, они тут насажали людей. Вообще ни за что. Я так понимаю, мы идём ко вторым. Потому что вторые это, судя по всему, еретики. И они вот такой вот ходью как раз таки и занимаются. А первые типа это истинная церковь, это жирный поп. Смотри, как они не попнут даже. Он нот, что ли, да, его зовут? Нет, нет. Пожалуйста, не. Опа, подожди, а мы это видели в этом каком... Это же Джессика, наверное. Мы видели в начале игры в школе. Вот эту вот херню. Ха! Не, ну я приёмчик! Опа, ты понял, такой кадр сменился и нет уже никого. Да, значит, мы её видели. Не, ну музыка здесь вообще козырная, блядь. Они прям напрягают. Он добрался до деревни, блядь. А-а-а, так он же, наверное, за бабёхой идёт. Ну, конечно же, он же не где-то, точно. Я подумал, почему-то её убили, а её вроде просто утащили же, да? В начале серии. Её утащили или убили? Подожди-ка. Церковь. Я видел церковь. Как далеко это зашло? Чувствую на зубах, как будто звук ножницы. Чувствую на зубах, типа, сцепуешь? Батарейки над экономом. Я не знаю, почему, но мне нужно сделать так, чтобы батарей был целый карман. А потом их уже можно никомить. Хе-хе-хе-хе. Потом уже можно. Сейчас пока нельзя. Что такое? А чё за мужики-то с фонарями? Чё они постоянно... Это язвы у них, да, по ходу дела, которых они отдают не по этим... Ммм... Блядь, как их называют? Прокажённые. Короче, которые с вирусом, с каким-то, которых они куда-то отсылают. Это, судя по всему, они с фонарями ходят. Заразные какие-то. Они их выгоняют, а детей их отставляют себе. И воспитывают потом таким же долбоёбным. Поэтому чувак, короче, который меня спасал, он не был рождённым. Он, по ходу дела, просто сюда пришёл. У него забрали детей и отправили его. Чё это? Чё, сохранить чего-нибудь будет, нет? Блядь, это мы, по ходу, делал как раз-таки... Ходим в этих, в заразных... Ну, заразных в церкви, в лагерь, в деревню. Так, 9 марта. Ещё больше детей умерло. Нот говорит, что такое детоубийство не грех, ведь все являются солдатами армии Господа. Мученики пали на поле наперекор дьяволу. Все младенцы с рассечённым горлом и обуглившейся плотью будут невредимы ждать нас в раю. Ещё папа Нот говорит, что наши грехи находят нас в наших снах. Наши грехи находят нас в наших снах. Но в моих снах только убийство моих детей. И я просыпаюсь, смеясь, возбуждённый и часто влажный от невольной похоти сна. Я проснулся сегодня утром, думаю, что намёк... А, намок от крови из рассечённого горла ребёнка. Но эта влага была моей собственной. Другие видят во снах то же самое. Мы прорыли туннель, поэтому можем тайно встречаться. Мы собираемся, делимся своими видениями и гадаем, что они значат. Я всё чаще думаю, что это послание. Но ничего святого. Блях, а пока вообще ничего не понятно. Пока происходит какая-то дичь просто, блядь. Полнейший трэш вообще. Уже куча других надлюдей, это, блядь, ой. Новые секты, новые сектанты. Их уже два. Так, нет, подожди-ка вы, блядь, определитесь. Вы к какой секту-то относитесь? У них тут висит тоже изображение этого толстого попа. Так может, которые прохожённые-то, они тоже, типа, верят в того попа, просто у них. Просто их выгнали, потому что они заразились, и всё. Ни хера его знает. Под двери или окна можно пододвинуть предметы, чтобы заблокировать их. Да? Вот какие. Ну, не мигай. Салли, блядь. Салли, сюда напихали. Папа Иезекиль, лжец, шарлатан, мешок с кишками, наркоман, трус, насильник, убийца детей. Я ушёл, и я забрал с собой всех, кто имеет смелость увидеть правду. Иди за нами, найди нас. Мы все ждём и хотим убить и трахнуть каждого, кого ты посылаешь на гору. Я ненавижу вас. Мог ли Иисус ненавидеть крестителя за то, что он еврей? Я не мог найти своё праведное зрение без ваших многих лет наведения и дерьма. У меня никогда не хватало смелости искать правду без вдохновения своей злостью из-за вашей лжи. Ваш Бог — это детские суеверия. Ваша вера — смятение. Знаки истинного Отца были перед вами, перед всеми нами. И вы тщеславные, наивные, слишком глупые, чтобы перевести дух. Вы подумали, что видение послано вам в наказание злобным и ужасным богом. Ваш Бог напуган, потому что он совсем не так хорош. Ваш Бог — ваше собственное это, уязвимое и ложное эго, уязвимое и ложное смятение. Мой Бог совсем не так хорош, но он настоящий, и он в каждом мгновении экстаза. И его дитя трахнет и порвёт этот мир, приведя его к вечной славе. Я не прошу вас присоединиться к нам. Я говорю, вы присоединитесь к нам, потому что наша любовь больше, чем вы можете себе представить. Вэл. А Вэл — это отступник, да, который, про которого тоже что-то писали. То есть, получается, есть Нот и есть Вэл. Две церкви между собой. Или что, блядь? Или есть две церкви просто, и потом ещё Вэл такой предатель из обеих церквей. Хер его поймёшь, короче, дело. Открывай. Блокируется. Чё? Открываешься? Ага. Чё? Удерживайте, чтобы взаимодействовать. Зачем? Тут дверь, что ли? Кошка, кто заблокирует? Ссылка на лайк в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на титр, на инстаграм. Комментируйте, ставьте лайки. Бля, какая тут дикая игра. Просто она прям отвратительно. Она жестокая. Она отвратительно злобная. Она отвратительно тяжёлая. Тут кишки, кровь, мясо, две, бля, еретики. Какие-то сектанты, блядь, предатели, боги. Короче, хер поймёшь. Потом будем разбираться в следующих сериях. На этом всем до встречи. Всем пока. Раньше здесь был мат.